Заходи на Зе Айон и фарми себе шматьё Там все рейды x1, доната нет и античит ПВЕ реализован, сборка 3.0 хардкорна И покинет тебя скука, на Зе Айон найдёшь ты друга Сервер по Айону с хорошим онлайном, заходи и играй, ссылка в описании Ребята, ребята, вы знаете, что я узнал? В России хотят запретить интернет детям А, вы уже это знали? А что, если я вам скажу, что один из депутатов внёс этот закон на рассмотрение в Госдуме? Именно поэтому я решил сделать такое видео Здравствуйте, дорогие дамы и господа, меня зовут Фил И добро пожаловать на мой аполитический канал Ну да, я не говорю о политике на своём канале И могу вам сразу заявить, что в ближайшем будущем ничего от меня такого не ждите Но некоторые особые вещи меня заставляют поделиться с вами рассуждениями о каких-то законах Например, я говорил об оскорблении чувств верующих Потому что там была особая ситуация с Соколовским А он всё-таки мой типа коллега по Ютьюбу Потом хотел поговорить о пакете Яровой Но потом подумал, что выскажусь лучше как-нибудь в другой раз Но вот сейчас появился такой особый законопроект расследования Который затрагивает нас с вами И я объясню почему Фактически этот закон предполагает то, что все дети Которым ещё не исполнилось 14 лет Не смогут пользоваться социальными сетями И это будет не просто какое-то там ограничение Какие-то блокировки Нет, никто из детей не сможет регистрироваться в социальных сетях Потому что тогда последует штраф, который может достичь 300 тысяч рублей Ну и я принял решение, что мой канал является для тех, кто старше 14 лет Вы можете посмотреть в описании И под каждым видео стоит ремарочка о том Что это видео не предназначается для тех, кому младше 14 Но возможно меня смотрят те, кому меньше И вы получаете удовольствие от моих роликов Это ваше право, вы можете смотреть И я вам просто скажу, что Пока этот возможный закон не приняли Вы можете находиться на Ютьюбе Потому что если этот закон вступит в силу Как говорят, 1 января 2018 года То никто из детей не сможет пользоваться Ютьюбом Потому что Ютьюб это тоже социальная сеть Вконтакте, Твиттер, Фейсбук, Ютьюб Одноклассники Ну хотя, камон, для детей одноклассники Ну может быть даже еще Тамблер Все эти сайты будут просто запрещены для всех Тех, кому меньше 14 лет И по сути я вам рассказал сейчас только про один аспект этого закона В котором еще очень-очень много интересненьких вещей Которые решили внести для того, чтобы контролировать интернет И до того, как я начну рассказывать и делиться с вами своим мнением Я сразу скажу, что я против этого законопроекта вообще всего Потому что он в корне неправильный И я постараюсь объяснить в этом видео почему Но я слышал, что СМИ писали, что проводился какой-то опрос И 60% россиян выступили за этот закон И как я посмотрел разные реакции в интернете на этот законопроект Многие действительно поддерживают этот закон И отчетливо сейчас видно, что мнения разделились Практически 50 на 50 сейчас И одна из главных причин, почему я сел записывать это видео Чтобы сказать людям, которые за этот законопроект Почему они не понимают, за что выдвигают свое согласие Во-первых, вы могли, наверное, сейчас подумать Что раз в соцсетях теперь не будет этих тупых школьников Которым меньше 14 лет Ура! В интернете больше не будет этих тупых детей Которые пишут всякий бред Бла-бла-бла Конечно, с одной стороны, да Я же сам твержу постоянно о том Что на ютюбе очень много дегенеративного контента Который действительно разрушает мозги детям В том же ВКонтакте есть множество пабликов Которые напичканы просто идиотскими мемами Лохотронами и прочим дерьмом Которое создается для того, чтобы обмануть детишек И срубить с них, я не знаю, просмотры или деньги Это, конечно, проблема, безусловно Но почему правительство решает бороться со всем этим Одной железной стеной запрета Запретить детям социальные сети Пусть даже до какого-то определенного возраста Это то же самое, что сказать ребенку Не выходить гулять на улицу Потому что тебя там могут научить плохим вещам И вообще может тебе машина там сбить А может дяденька подойти конфетку тебе дать И увезти к себе в подвал Вот давай мы запретим, чтобы ничего этого плохого не было И не факт, что от такого жесткого запрета станет лучше Вот потому что вы только представьте Вот сидит шестой Б-класс У всех этих детишек нет возможности зайти в социальные сети У них нет доступа смотреть YouTube Общаться, слушать музыку ВКонтакте Читать какие-то актуальные вещи в Твиттере и прочее Дети отрезаны от всего этого Но в классе есть некоторые особые детишки Которым родители показали, что такое социальные сети Ну или может быть они в каком-то подпольном компьютерном клубе Заходили на YouTube и смотрели ролики Сразу давайте поймем Если запретить такие огромные ресурсы для детей Дети будут пытаться получить к ним доступ Может быть даже еще с большим желанием, чем сейчас Ну и вот к чему я веду У троих детишек в классе есть доступ к соцсетям И как вы думаете, как они будут себя вести перед своими сверстниками? Конечно же они будут хвастать тем, что Они имеют доступ к мемам ВКонтакте Они слушают классную музыку в каких-то других соцсетях И знают одного топового ютубера Фила Которого они могут смотреть, а другие нет Ну блин, вы прикиньте в какое время мы можем попасть Если этот законопроект вступит в силу Детям на улице начнут продавать Диски, флешки с новыми роликами Ивангая, Мистера Макса Может быть кто-то начнет торговать свежими мемасиками Вот например за школой там Вася стоит У которого есть доступ в соцсеть каким-то подпольным образом И он показывает и рассказывает детишкам Как же круто в этих соцсетях тусить И что происходит? У других детей, у которых этого нет Которые вынуждены ждать до 14 лет Они будут завидовать тем, кто опробовал эти ресурсы раньше их Получается, что государство рискует создать новое классовое неравенство Где дети, которые будут уже знакомы с соцсетями до 14 лет Будут обладать большей информацией и более высоким статусом среди своих сверстников И вполне возможно, что тогда дети не смогут общаться друг с другом на равных Потому что если, ну вот представьте Поговорить с человеком, который никогда не слышал о ютюбе, вконтакте, твиттере Он вообще будет не в курсе всяких прикольных трендов И если вы сейчас думаете, что у детей там до 14 нет никаких трендов Они там в соцсетях, ничего вообще для них нет Еще как есть Сейчас маленькие детишки настолько быстро вливаются вот в этот информационный поток интернета Что становится очевидно, что соцсети это некий технологический и даже социальный прорыв В котором все люди могут найти себе немножко развлечения, немножко новых знакомств И какого-то интересного просто контента для своего мозга И вот те люди, которые пишут такие законопроекты Они просто не разбираются в том, что запрещают Я не хочу лезть в политику, потому что это такое глубокое болото В которое нужно погрузиться, чтобы начать что-то понимать А я не хочу даже пачкаться И поэтому я не имею права какие-то суждения свои политические рассказывать вам Но я прекрасно понимаю, как работает интернет, масс-медиа И что вообще дети в интернете делают Потому что в этом законопроекте, знаете, что написали? Вот из-за таких групп, как Синий Кит, наши детишки подвергаются опасности И в этих поганых соцсетях всегда есть риск того, что ваше чадо может покончить с собой Да, вот этот раковый хайп-трейн с синим китом настолько продвинулся в умы старперов Которые не понимают, что на самом деле из-за этих пабликов Очень мало детей действительно себя убили Все это специально утрируют, чтобы показать, что интернет вот такой плохой Что там дети могут найти себе только смерть А то, что там какие-то есть интересные блогеры, ютюберы, музыка, в конце концов Которая может помочь в каком-то плохом, депрессивном состоянии ребенку Это как бы вообще плевать, да? Все недалекие, скудные умом взрослые люди считают, что интернет делает только плохо И я еще обязательно поговорю на канале о таких людях Будет отдельный ролик про них, так что не буду забегать вперед Но знаете, что они еще в законопроекте написали? Они написали, что вот была такая девушка, как Диана Шурыгина И она своим интернетным примером в социальной сети подает плохой пример развратного поведения Господи, боже мой, это же какой-то там единичный случай Неужели они думают, что это вот действительно разрушает детскую психику Меняет детское поведение И как-то по-другому представляет из себя действительно опасную вещь для детей Ну нет же И вот знаете, почему такая инициатива произошла? Потому что это самый простой вариант Конечно же проще запретить детям что-либо вообще видеть в социальных сетях Нежели попробовать через эти же социальные сети рассказать детям, что хорошо, а что плохо Попытаться как-то очистить YouTube от говноконтента Рассказать, что в соцсетях и вообще в интернете есть очень много познавательных ресурсов Которые можно использовать, чтобы расширить кругозор и даже себя немножко повеселить Я не говорю, что детям нужно давать какую-то полную свободу в интернете На то они дети, у них нет самоконтроля Они не понимают какие-то социально-этические, гуманные принципы, может быть И просто у них не сформировались еще приоритеты, что хорошо, а что плохо Так покажите им, что хорошо, а что плохо Почему бы не ввести в школу, например, новый предмет В котором молодые учителя, разбирающиеся в интернете Будут детям рассказывать про какие-то явления Про какие-то вещи, которые им непонятны Потому что если, конечно, ребенок 10 лет репостит там свастон себе на стену Или расчлененку какую-то, которую он посчитал забавной Или еще какую-то инфу о наркоте Конечно же, это не совсем нормально Но почему бы не пойти на контакт с детьми И при этом оставить у них свободное право Использовать те ресурсы, которые используют взрослые люди Почему правительство хочет подрезать права у таких же людей, как и они, но только младше Ссылаясь на то, что они тупые и они не умеют пользоваться интернетом И там может быть какая-то экстремистская и суицидальная и плохая информация Которая будет пагубно влиять на их будущее и все такое Но это уже другая история этого законопроекта И про это я хочу рассказать уже в следующем ролике, чтобы не затягивать этот Поэтому, если вам понравилось, вы хотите услышать продолжение моих мыслей И может быть какое-то заключение по поводу этого всего То ставьте лайк или напишите в комментарии Я сниму вторую часть Ну а пока, пока что над этим законом многие смеются Говорят, что его никогда не примут Это все фигня и прочее Мы должны понимать, что может произойти все, что угодно И давайте не будем над этим ржать А лучше будем выражать свое мнение по поводу этого всего И если вы согласны со мной И уже считаете, что вот эта инициатива ограничить детям интернет весьма идиотская То расскажите об этом своим друзьям Потому что это наша всеобщая проблема Это наш интернет И с каждым разом, когда наш интернет будут пытаться ограничивать То ни к чему хорошему это не приведет А мне очень уютно в интернете И я не хочу лишаться того, что у меня есть Поэтому спасибо за просмотр С вами был Фил Увидимся в аду Субтитры сделал DimaTorzok